МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня мы с вами отправляемся в гости, в питомник Сергея Макаревича под Уссурийском. Недавно он стал местом встречи садоводов и виноградарей со всего Приморья. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Во время встречи в питомнике опытные ученые, агрономы и селекционеры давали новичкам советы по обрезке винограда, по укрытию и даже по виноделию. Но давайте обо всем по порядку. Конец осени. Это время подготовки виноградника к зиме. Важная часть подготовки – обрезка виноградного куста. Сейчас у меня в руках секатор и рядом виноградный куст. Мне кажется, что мы боимся друг друга. Виноград боится, чтобы я не отрезала чего-нибудь лишнего. Я тоже боюсь, чтобы не отрезать чего-нибудь лишнего. Хотя чего мне бояться? Сегодня в питомнике мастер-классы по обрезке и проводят их лучшие виноградари Приморья. Примерно за последние три года мы объездили практически весь Дальний Восток по обследованию виноградников в Приморском и Хабаровском краях. И мы выяснили, что сегодняшний день на территории ДВФО выращивается порядка 500 сортов винограда. Мы находимся с вами рядом с молодым кустом винограда. Этот куст был посажен весной 2017 года. То есть можно считать, что это трехлетний куст винограда. И в следующем году мы ожидаем от него полной отдачи урожая. То есть на четвертый год куст уже должен дать нормальный урожай, если вы успешный виноградарь. В среднем в питомнике снимают от 12 до 18 килограмм с куста. Наша задача состоит в том, что мы должны удалить с этого куста примерно 70-80% того, что выросло в текущем сезоне. Поэтому, глядя на этот куст, мы понимаем, что примерно всю молодую часть, которая тонкая и не вызрела, мы удаляем. А из того, что вызрело и чувствует себя хорошо, мы формируем куст. Куст у нас состоит из плодового звена. Плодовое звено состоит из рукава, плодовой стрелки и сучка замещения. Сучок замещения у нас традиционно режется коротко на 5-6 глазков. А лоза плодоношения у нас режется длинно на 6-8 глазков. Все остальное мы убираем. То же самое делаем со вторым рукавом. То есть оставляем сучок замещения и лозу плодоношения. На этом наша обрезка закончена. Ну и мы видим, что в результате обрезки у нас в конкретном случае осталось 2 рукава, 2 сучка замещения и 2 лозы плодоношения. В следующем году после открытия 2 лозы плодоношения у нас подвяжутся к нижней проволоке шпалеры. И на них будет, собственно, формироваться наш будущий урожай. А сучки замещения, они будут использоваться для формирования куста 2020 года. То есть в следующем году мы из них сформируем точно такие же сучок замещения, да, плодовые стрелки. При обрезке лозы важно помнить следующее, что мы не режем прям под самую почку, а должны оставлять пенек 2,5-3 сантиметра, чтобы в этом месте не происходила гибель почки. То есть сушение ее в период зимнего хранения. После обрезки лозы виноградный куст нужно укрыть, чтобы он хорошо перезимовал. Как это сделать правильно, чтобы в укрытии не поселились грызуны, чтобы не выприли почки и чтобы мы весной получили здоровый куст, готовый к плодоношению. Укрывать стандартное укрытие у нас на Дальнем Востоке. Мы связываем лозу в фашину. Пучочек выкапываем в траншейку, укладываем в траншейку и засыпаем землей. Там есть... Единственное, перед укрытием обрабатываем 6% железным купоросом для того, чтобы избавить нашу лозу от тех болезней и вредителей, которые накопились в течение сезона 2018 года. Сегодня-завтра мы укладываем виноград в траншеи, но пока его не закапываем. А ждем, когда почва у нас промерзнет, примерно на 2-3 сантиметра поверхность почвы промерзнет. Для чего это делается? У нас одна из основных опасностей – это проникновение грызунов в куст и съедание лозы, собственно. И чтобы этого не происходило, мы ждем, когда грызуны уже устроят свои убежища на зиму. А это происходит именно, когда почва уже промерзнет на 2-3 сантиметра. Спокойно закапываем свой куст и ждем следующей весны для открытия винограда. Вы смотрите программу «Сады и огороды Приморья». Напоминаю нашим зрителям, что 1 декабря из печати вышел свежий номер журнала «Сады и огороды Приморья». И в нем вы обязательно найдете материал про мастер-классы для виноградарей, которые проходили в питомнике Сергея Макаревича. Оказывается, виноград – не самая сложная культура для выращивания. В умелых руках и при правильной агротехнике с одного куста можно получать больше 10 килограммов ягод. Единственное «но» – в Приморском крае винограду не хватает тепла. Поэтому либо выбираем раннеспелые сорта, либо делаем укрытие, выращиваем виноград в теплицах. Ну, теплица для чего? Для того, чтобы получить хороший, качественный вырожай винограда. Южных сортов, например. Технические сорта садить в теплицу – это кочусы, их можно здесь на улице вырастить. А вот южные сорта, южные сорта, ну, как, на улице они у нас не растут. А если и растут, они той кондиции не добирают, и сахара не набирают. Хотя есть некоторые сорта даже ранние, они не хотят у нас на улице расти, даже на привисках. Взять то же самое, кашмыш 342-й. На улице он не хочет расти, а он довольно-таки ранний. Мы его в теплице уже кушаем, в этом году 25 июля мы уже кушали виноград. Перспективные сорта надо садить, чтобы он для души был, чтобы он был красивый и вкусный. А то, что мы тот же самый Алешенькин или какие сорта вырастет на улице, зачем ему теплицу засорять? Ну, в теплице надо посадить сорт, чтобы он вырос, чтобы он душу радовал и вкусный был. По мнению Владимира Цымбала, виноград, выращиваемый в теплицах, почти не поражается грибковыми заболеваниями. Лучше вызревает и набирает сахара. Однако, теплица для винограда – дело очень затратное. Ведь для циркуляции воздуха и поддержания оптимальной температуры обычная овощная тепличка не подойдет. Тепличка где-то 4 сотки под крышей. Практически городская дача. Это 8 метров шириной, 50 метров длиной. Ну, минимальная высота, минимальная высота надо в теплице, если для таких средненьких сортов, хотя бы метра три. Ну, если выше, то лучше. Потому что в высокой теплице, в большой теплице, намного легче поддерживать температурный режим. Летом не так жарко. Видите, я укрываю теплицей виноград, у меня поликарбонатная теплица, я его прячу как от мороза, так и от холода, то есть от жары. Потому что в теплице, в теплице, днем очень жарко. Если в январе, в феврале на улице минус 20, в солнечную погоду, у меня температура в теплице поднимается до плюс 30. Самый бич в нашем винограде – это Милдю. У меня в теплице нет, у меня виноградник чистый. Ну, я в теплице, в теплице виноград, можно сказать, практически не обрабатываю. Мы кушаем экологически чистый виноград. Мы виноград в теплице, кто приходит, у своей деткости, мы его не морем. Прямо с куста берем и кушаем. Владимир Александрович Цымбал приехал на встречу с коллегами-виноградарями не с пустыми руками. Виноград самых разных сортов, выращенный в его хозяйстве, убеждает, что в условиях Приморья можно успешно заниматься виноградарством. Сейчас у меня где-то 43 или 46 сортов в теплице. Где-то около 40, нет, 38 сортов, которые уже плодоносят, а эти еще жду результата. И это все, все, все зависит от того, что вы хотите в итоге получить, какой результат. Если вы хотите, например, крупный виноград, красивый, шикарный, меня в этом году порадовал Хаджимурат Южный, на собственных корнях. Грозди были до 4 килограмм веса. Одна гроздочка, 5 грамм не хватило, до 4 килограмм. Ягода, ягода, где-то две ягоды, 42-43 грамма. Больше 20 грамм ягода, очень крупная. Ну, виноградарь, виноградарь и виноград, это такая зараза, она практически, можно сказать, не лечится. Если ты что-нибудь вырастил, попробовал, уже хочется чего-нибудь другого. То, что я уже ес, оно уже как-то не удовлетворяет. Хотя оно вкусное, красиво все, но уже чего-нибудь хочется другого. Сегодняшний выпуск программы посвящен винограду. И давайте еще поговорим о сортах. На рынке регулярно появляются какие-то новинки. И, судя по описаниям, все они крупные, сладкие, суперурожайные. Может, так оно и есть. Но подходят ли они для выращивания в нашем климате? Трудно начинать. Я, например, начал заниматься виноградом, будучи еще ребенком, когда к соседям лазил за виноградом. Это сорт Альфа. Он, как корнесобственный сорт, любой виноградарь начинающий может посадить. Он всегда получит урожай. Потому что корневая система и надземная часть хорошо выдерживают наши климатические условия. Этот сорт и является фундаментом для других сортов, у которых корневая система в наших условиях гибнет. Такими сортами можно назвать сорт Кэмпбелла американского производства. Чем он хорош? Во-первых, не растрескивается, не поражается грибными болезнями, не поражается насекомыми. Второй сорт, который можно порекомендовать, ну, это сорт Вильдер, тоже американский сорт. Но, как недостаток, ему требуются дополнительные опыления, другие сорта. Мускат Донской. Это российский сорт, полученный в Чаркасске. Из него получается очень хорошее вино. Один из лучших винных сортов, которые у нас хорошо растут. Но, как недостаток, он требует, как минимум, 2-3 обработки против болезни Вильдью винограда. У меня его, значит, целая шпалера. На нем созревает порядка 200 с лишним килограмм винограда. Очень вкусный. Любава. Он также не растрескивается, не поражается, значит, и насекомыми, и болезнями. Но зато очень любят, в частности, у меня, в этом году его скушали барсуки. Животные, дикие, начисто. Вот другие сорта не трогают, а Любаву вот так становится на задние лапы и грозди на уровне метра. Все съедают начисто. Вот пришлось с ними бороться. По мнению Юрия Георгиевича Башко, старейшего приморского виноградаря, каждый сорт имеет свои особенности. Вот, например, сорт Алеши, Эдна. Они, можно сказать, стабильные сорта. С них всегда можно получить приличный урожай, приличного качества. Это самый ранний сорт. Вот, созревает в центральных районах 20-25 августа. Ну, как недостаток, вот, снятый урожай хранится не больше пяти дней. Его за пять дней надо или реализовать на рынке, или с него сделать вино. И мускат донской. У него своеобразный вкус. Вот. Ну, а вот я говорил о Кэмббелле. Это сорт, который можно начинать употреблять с 15 сентября и до 1 ноября. А сорт Вильдер можно и хранить полгода целых в погребе. Вот, вот на этих сортах начинающим виноградарям надо и останавливаться. Если человек начался, начал проверять какие-то сорта, он уже не может потом остановиться. Потому что кажется, что каждый сорт новый, он все лучше и лучше и лучше. Начинали мы с сортов Шаслораминга, Мускат Донской, Вильдер, Кэмббелл. Потом появился у нас Алешенькин. Правильное название – Алешенькиндар. Вот эти сорта, эти сорта всегда будут находиться на моем участке. Потому что, если взять как столовый сорт Алешенькин, ему нету равных. Он и первый, он и вкусный, хоть он и такой, что немножко болючий, за ним надо ухаживать, но, как говорится, что потопаешь, то и полопаешь. Виктор Маркович, это вот что за виноград? Это сорт Молдова, молдавской селекции. Он столовый, но я его использую, не только как столовый, я использую его как винный, делаю моно-вино, и для длительного хранения. Это выращенный на вашем участке? Да, на моем участке в открытом грунте. В открытом? В открытом, да. Он очень позднего срока созревания, но у меня он вызревает. Он с косточкой? Да, с косточкой. В Молдавии 70% виноградников. Именно этот сорт растет? Именно этот сорт, потому что он самый популярный. Можно попробовать? Конечно, конечно, пробуйте. Самому мало. Хрустящий. Какой замечательный. Хрустящий. Очень сладкий. Очень сладкий, красивый, крупный такой. Все грозди вот такие вот, да? Ну, как отрегулируешь. Ну, есть такие, есть больше, есть меньше. Немножко приходится их уменьшать, чтобы вызрели, набрали сахаров. Все зависит от того, на побеги там. Смотря какой побег. Сильный побег оставляешь, большую гроздь, меньше побег, убираешь, фрагмент оставляешь. Ну, очень красиво. Вы знаете, не говоря уже про то, что вкусно, просто очень-очень красиво. Даже красиво. Да, правда. Ну, а по поводу, значит, саженцев, которые приобретают те, кто хочет заняться, значит, виноградарством, глядя вот на то, что имеется в питомниках, вот, они часто совершают очень большие ошибки, когда приобретают саженцы или в каких-то специализированных магазинах, вот, корни собственные, которые у нас обычно на второй год погибают, или покупают саженцы у дорог. Сомнительный материал, да, под названием там, вам какой, дамский пальчик, вот вам дамский пальчик, а может быть это не дамский, а может нет, ну, короче, вот, а то, получается, купили сорт винограда, вырастили, а там совсем не то, что хотелось бы. Это программа «Сады и огороды Приморья». Мы с вами продолжаем посещать мастер-классы в питомнике Сергея Макаревича. И вот, что мэтры советуют начинающим садоводам. Наш клуб проводит теоретические занятия на базе библиотеки имени Горького каждый сезон, начиная с ноября и заканчивая мартом месяца. Если вы хотите узнать что-то про выращивание такой замечательной культуры, как виноград, вы можете к нам обращаться, приходить на занятия, и мы вас научим, как выращивать виноград, так и получать достойное вино. Кроме теоретических занятий, наш клуб каждый год проводит занятия практические. Когда мы выезжаем на различные виноградники, расположенные на территории нашего края, и смотрим на практики. Любые операции, которые мы должны делать с виноградом в течение всего сезона. Это и зеленые операции, и нормировка урожая, и подготовка к кусту к зимовке, и укрытие куста на зиму. У нас ежегодно бывает 3-4, даже 5 поездок на территорию соседей. Мы выезжаем под эгидой клуба в такие страны, как Япония, Корея, Китай. Мы всех приглашаем на занятия. Занятия проводят по разным группам. Это клубы сады 21 века, клуб виноградарей и виноделов. Работает экологическая гостиная, которая включает вопросы огородничества, цветоводства, и занятия по здоровому образу жизни. Мы проводим занятия не только теоретически, часто проводим дегустации по теме занятия и приглашаем специалистов, которые нам в этом помогают. Теперь с этого года еще будет у нас занятие по персикам. Это будет отдельное занятие, по отдельной программе и по отдельным дням. Все программы, всех наших занятий можно получить в библиотеке. Уважаемые садоводы, закончился очередной сезон и закончились те занятия, которые мы проводили для вас в питомнике. Помогали нам специалисты, ученые, питомниководы. И я считаю, что сезон прошел успешно. Но я предлагаю, чтобы и зимнее время вы провели с пользой. Для этого будут очередные занятия в клубе виноградарей и садоводов в городской библиотеке. Я предлагаю не забывать наш Дальневосточный форум садоводов-виноградов, где вы получите много интересной информации и ответов на все ваши вопросы. Читайте журнал «Сады и огороды в Приморье». Там будет много статей не только про питомник и то, что выращивает питомник, но и по агротехнике всех садовых культур для того, чтобы вы были успешны. На этом наш выпуск подошел к концу. Все его материалы можно посмотреть на сайте 8-й канал.тв. Не теряйте осеннего времени. Читайте журнал «Сады и огороды Приморья». Смотрите специальные сайты. Интернет вам в помощь, а также программа «Сады и огороды Приморья». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова